Главная площадь Лозаны забита до отказа, увидеть как экстремалы со всего мира. На скорости почти 70 км в час летят по ледяной горе, пришли 100 тысяч человек. От таких кадров дыхание останавливается. Трассу строили неделю, потратили 120 тысяч литров воды. Клаудио, архитектор маршрута, журналистам признался, на этот раз гора ледяной монстр. И без спецподготовки спортсмен сильно рискует. Трасса опасна. Я первый, кто на ней прокатился, и мне было страшнее всех. Паша, Лёва, Андрей и Влад – команда из России. Сейчас у них перерыв между тренировками. И уже есть пострадавшие. На вопросы парни реагируют странно. Блин, ты так смешно вопрос задал. У меня нога упала в яму, и я её вывернул, можно сказать, в другую сторону. Это ещё цветочки. Накануне команда лишилась сильнейшего участника – Харитона. У него после падения вообще рука выкрутилась в другую сторону. На вертолёте парня доставили в больницу. Сейчас он там отдыхает. Твою, погодите меня. Для оставшихся в строю созданы условия, как в хорошем пансионате. В столовой кормят вермишелевой кашей, фасолью и лососем. А в раздевалке к участникам гонки мадемузель грузчики коробками несут деликатесы. Мы здесь уже неделю работаем. Придыкли. Чужакам в эту закрытую зону не попасть. Спортсменов мужчин и их нижнее бельё охраняет грозная швейцарская женщина. Но желание раздобыть сенсацию оказалось сильнее всяких правил. Я вот даже не буду вам рассказывать, что нам пришлось сделать, чтобы пробраться сюда. Это очередь за колбасой, да? Вот очередь за колбасой стоит, да. Это вот, собственно, наш спортсмен Павел. Спортсменов кормят мандаринами, бананами, хлебом и сухофруктами. Вот зачем сухофрукты вообще не понимают это на самом деле. Здесь спортсмены переодеваются, одевают на себя форму, чтобы потом выйти на лёд. Запах. Ещё интереснее в гостиничных номерах. У атлетов там идеальный порядок. В комнате валяется всего одна пара грязных носков. А в ванной красуется резиновая игрушка для купания, чья никто не признаётся. Краш-тайс шли два дня. Россияне в финал не попали. Сломанные плечи, ноги и руки дали о себе знать. Один из финалистов Дерек предложил нашим лечение проверенным способом. Водка, водка, давай! Лавры победы достались американцу Кэмерону Насцу. 435 метров он прошёл за 46 секунд. Правда, на финальном забеге и он чуть голову себе не проломил. Поддержали наших, но не решили скатиться на коньках даже самого маленького трамплинчика. Ваши Мавриди, Яна Горн, Лёша Сычёв, Ньюзблог, НТ.